Привет, любопытные! Это Иван Меренков. И вы знаете, мне кажется, что современному поколению, молодому поколению, школьникам, им сейчас очень тяжело. Потому что, с одной стороны, есть устойчивая такая позиция взрослых, что нужно обязательно идти учиться, нужно получать высшее образование, идти в университет, чтобы, ух, все было круто. Но в то же время есть устойчивый стереотип, что в университете не учат ничему хорошему, что знания эти, они практически бесполезны. Университет не учит, как зарабатывать деньги, не учит быть эффективным. И плюс к этому есть прекрасные примеры очень богатых людей, таких как Билл Гейс, Цукерберг и так далее, которые вообще не имеют высшего образования. И вы знаете, когда я только поступил в университет, я тоже думал, зачем все эти предметы, которые не относятся никак к специальности, зачем мне эти дополнительные знания, если они мне вообще никак не пригодятся. И вот я закончил университет и защитил кандидатскую диссертацию. И только недавно ко мне пришло понимание того, зачем нужно было учиться в университете и зачем нужно было получать высшее образование. Этим видео я хочу дать ту информацию, которая, как мне кажется и как я надеюсь, позволит современным школьникам, которые совсем скоро будут выпускаться, расширить понимание всей ситуации и принять правильное решение. Итак, давайте будем честны. Само по себе наличие вот этой вот корочки какого-либо цвета не дает практически ничего. Это не является каким-то универсальным ключом к достижению успеха. Это просто корочка. Все самое важное, что дает вам высшее образование, оно находится вот здесь. И большинство наивно полагают, что в университете вот сюда вдалбливают только знания. Но это не так. Знания — это лишь одна из причин, почему нужно идти и получать высшее образование. Знания — это важно, потому что они формируют некий интеллектуальный базис. Этот базис позволяет вам понять, как устроен этот мир и как в нем все работает и взаимодействует. И этот базис должен включать в себя также те знания, которые мы привыкли относить к неважным. Например, зачем на технической специальности какие-то гуманитарные предметы? Они как раз-таки также важны, чтобы сформировать этот всесторонний образовательный интеллектуальный базис. И когда этот базис у вас будет сформирован, то вы начинаете мыслить внезапно, вы начинаете мыслить совсем по-другому, как бы переходите на следующий уровень. Многие идеи и решения на самом деле перетекают из одной области в другую. Например, всем известные липучки. Они были подсмотрены у природы, у репейника. И вот как раз-таки наличие такого широкого интеллектуального базиса у вас позволяет различным идеям рождаться и эффективно перетекать у вас в голове из одной области в другую. К тому же вас становится труднее обмануть, потому что наличие такого широкого базиса одновременно развивает у вас и критическое мышление. Помимо общих знаний, в университете также и дают знания специализированные. Да, я согласен, что зачастую они могут быть не очень хорошего качества и не всем они нужны. Но тем не менее, эти знания делают из вас какого-никакого специалиста. А это, согласитесь, достаточно неплохо. Особенно если вы хотите дальше работать по профессии. Но знания это лишь часть того, чему учат в университете. Давайте взглянем и на другие пункты. Университет учит вас общаться с людьми. Каким бы вы ни были до этого затворником, в университете вам все равно придется общаться с другими людьми, потому что это социальная среда, здесь есть всякие группы, потоки и так далее. И вам придется контактировать. Плюс вы научитесь работать в команде. Начиная от стандартных каких-то курсовых проектов, лабораторных и так далее, заканчивая приготовлением, например, шпаргалок для нелюбимых предметов. Ведь гораздо удобнее и эффективнее распределить различные вопросы по нескольким людям и потом это все объединить. В университете вы будете знакомиться с новыми людьми. Одногруппники, однопоточники, с других факультетов, на курс старше, на курс младше. Все это будет развивать вашу сеть контактов. Ну или выражаясь более модным словом, нетворкинг. И, как вы понимаете, современный мир, хотите вы этого или нет, он так устроен, что связи и контакты, они решают очень-очень многое. А университет это прекрасная площадка, чтобы развить свой нетворкинг. Университет это еще и возможность для путешествий, и в том числе за границу. Различные гранты, стажировки, программы обмена. И все это может быть абсолютно бесплатно. Ну, разве это не прикольно? Идем дальше. И университет это прекрасное место, чтобы поработать как по профессии, так и на чем-то другом, в свободное от учебы время. А это бесценный опыт, который поможет вам в дальнейшем принять решение, какую профессию все-таки выбрать. Потому что зачастую мы живем в каких-то своих эфемерных представлениях о той или иной профессии, а когда приходим на нее реально и устраиваемся, и работаем, то все оказывается совсем по-другому. И зачастую это может нас разочаровать. А тут попробовал и принял решение. Не понравилось, попробовал что-то еще, все-таки есть 4, 5 или даже 6 лет. Кроме того, университет это очень хорошая школа по тайм-менеджменту, постановке целей и приоритетов. Потому что сессия, различные контрольные экзамены, зачеты и так далее. У вас, как всегда, очень мало времени и нужно сделать очень-очень много. Поэтому, где как ни в университете, учиться этим полезным в жизни навыкам. Пожалуй, самый важный навык, который вы получите в университете, это умение учиться и работать с информацией, ее анализировать, делать какие-то выводы, искать ее. Серьезно, если вы хотите стать каким-то хорошим профессионалом и получать хорошие деньги, то вам все время придется улучшать свои существующие навыки, узнавать что-то новое. И если вы не получите вот этот навык учиться и работать с информацией в университете, то вы все равно его получите, но будете делать это уже на работе. Пока другие строят свою карьеру, вы будете учиться учиться. Таким образом, подытоживая весь мой рассказ, лично мне кажется, что учеба в университете и в целом получение высшего образования – это очень круто и нужно. Но в то же время я вполне понимаю, что это нужно далеко не всем. И вот здесь настал момент задать себе вопрос. А зачем вообще мне нужно получать высшее образование? Если вы хотите быть каким-нибудь работягой, вам на все пофиг, то, конечно же, не идите в университет, идите в какой-нибудь ПТУ или колледж. Если же вы хотите корочку – окей. Если вы хотите работать по специальности – еще лучше. Если вы, в принципе, пока не знаете, чего хотите, тогда университет – это тоже для вас хорошее место. Но у меня есть одна большая просьба. Не нужно хейтить высшее образование. Да, оно не без огрехов. И да, оно не для всех. Но высшее образование дает намного больше, чем просто знание. А если подходить к процессу учебы правильно, то даже просто придя в университет за корочкой, можно не впустую потратить время. Если вам понравилось это видео, то обязательно помогите его распространить. Я думаю, что эта информация будет полезна очень-очень многим. И если вы хотите, то я могу продолжить эту серию и рассказать, как выбрать специальности, университет и как правильно учиться в университете. Если вы хотите этого, то пишите в комментариях. И спасибо за просмотр. Как всегда помните, наука намного интереснее, чем вам кажется. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok